Музыка Да лето еще совсем далеко. На улице как бабочек, так и цветов совсем нет. Но в Минске есть одно место, где всегда царит лето, несмотря на то, что на улице идет снег. Оно называется выставка живых экзотичных бабочек. Яркие, красивые, разных размеров и завораживают своей красотой. Так пошли посмотрим на них. Пойдем. Даник, а ты знаешь, откуда берутся бабочки? Из маленькой волосатой гусеницы. Правильно, из гусеницы. Она превращается в маленькую кукольку, внутри которой происходит метаморфоза. Потом она вылупляется, и мы видим привычную нам бабочку. Ого, какая огромная. Я видел бабочку только размером, как моя ладошка. Да, таких бабочек в Белоруссии не водится. Их привозят из разных уголков планеты. Ну что, давай посмотрим остальных. Пойдем. В среднем тропические бабочки живут около двух-трех недель. Но бывают и долгожители, как, например, бабочка-монарх, способная прожить девять месяцев. Некоторые бабочки живут всего два-три часа, а потом погибают. Обитающие в нашей стране капустницы, шоколадницы и крапивницы живут около 20 дней. У разных народов с древних времен с бабочками ассоциировались весна, красота и вечность. На выставке бабочки питаются нектаром или медовым раствором. Некоторые тропические бабочки вообще не питаются, так как у них не развит ротовой аппарат. Они живут за счет запасов, накопленных гусеницей. Самая главная задача жизни бабочки – это новое поколение. В природе они всегда ищут себе партнера для продолжения рода. В чем состоит сложность содержания таких хрупких созданий, как бабочки? В основном все зависит от температуры. Если температура будет ниже 15 градусов, бабочкам будет очень тяжело. А если будет больше 20 градусов, то они будут плавно, хорошо летать, как в своих умеренных странах, как Бразилия, Филиппины, Коста-Рика и Куба. А чем в основном питаются ваши бабочки? В основном все бабочки из Латинской Америки у нас питаются цитрусами, например, грейпфрутом и апельсинами. А все парусники, они у нас питаются медовым раствором, мы прыскаем на параломовые губки, они подлетают и пьют через свой хоботок. Некоторые хоботки могут достигать около 25 см у Бражника. А вот примерно сколько живут бабочки в основном, и как вы исчисляете их возраст? Все зависит от вида бабочки. Например, если калиготрей, его самая большая долгожительность – это около 2 месяцев. А есть очень такая долгожительная бабочка – это Монар. Она живет около 9 месяцев. Она может пролететь около 5000 км. Они перелетают из Южной Америки в Северную и так получают. Каких бы вы еще видов бабочек хотели бы сюда приобрести? Конечно, очень хотелось бы Сатурнию комету. Она очень такая красивая бабочка. Птицекрылка укрес, она очень такая, как сказать, яркая, с червяным золотом. Ее прозвали в честь короля несметными богатцами, который владел. А какие в основном тут виды есть бабочек? Тут есть семейство – калиго, морфиды и в основном маленькие парусники, большие тоже есть. А какая из всех этих бабочек, ну, ваша любимая? Как моя, мне больше нравится золотая птицекрылка. Она более такая послушная, активная, как маленькая калибри летает. На выставке можно узнать самые разные факты о бабочках, о их кормлении, взаимоотношении и увидеть все этапы их развития. А также их неповторимые узоры на крыльях могут сподвигнуть вас для создания самых разных творческих работ. Выставка удивляет тем, что бабочки летают, как маленькие самолетики, и могут приземляться на вашу яркую одежду. Но вы не бойтесь этих назначительных красавиц, ведь они абсолютно безобидны для человека. Тут представлены различные редкие виды бабочек. Ядовитые монархи, которые во время миграции могут совершать перелеты на тысячи километров. Синекрылые морфиды – бабочки счастья с восхитительными оптическими переливами крыльев. Листовидки калимы – умельцы маскироваться. Гигантские коллеги, пугающие птиц своими огромными глазами на крыльях. И павлиноглазка «Атлас», которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим размерам. Еженедельно виды бабочек на выставке обновляются. Если вы хотите провести время всей семьей и порадовать себя этими нежными созданиями, то приходите на выставку живых экзотических бабочек. Здесь вы можете приобрести картину или сувенир из настоящих бабочек или жуков. Ну или сделать фотографии, которые позавидуют любой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова